Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Время сухого остатка на Финам ФМ, 18.00 в Москве. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы говорим о ситуации на финансовых площадках. Много интересного. По крайней мере, как минимум, закончились пасхальные каникулы, если можно назвать их каникулы, пасхальные праздники. В католическом мире сегодня полноценный рабочий день, и Европа торгуется, тем более она перешла сейчас на летнее время. И, соответственно, на час сдвинулось наше соотношение московского и европейского времени. Активно торгуется Америка. В общем, жизнь опять входит в прежнюю колею после недавних выходных. И мы с вами следим, пристально следим за тем, что происходит на этих самых рынках. Итак, тема сегодняшней программы в большей степени. Мы останавливаемся сегодня на европейском кризисе и поговорим о ситуации на Кипре. Тем более, если позволите, у нас есть сегодня человек в студии, который из первых уст практически может нам эту ситуацию обрисовать. Значит, я представлю моих сегодняшних гостей. Это Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина. Добрый вечер, Вероника. И это Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, напомню на всякий случай. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мнениями на этот счет. И в 18.06 в Москве я начну традиционно с картины маслом, что происходит сейчас на основных мировых финансовых площадках. Итак, давайте я начну с американцев, потому что они были в длительном все-таки, да, на длительном отдыхе. Они открылись сейчас позитивно, по половине процента уже за час, за полчаса даже. Прибавляют основные индикаторы, то есть, я так понимаю, S&P 500 нацелен на то, чтобы перехаять исторический максимум. S&P 500, значит, сейчас торгуется в районе 1571 пункт. И Dow Jones прибавляет полпроцент, 14655 его текущая котировка. Также в умеренном позитиве сегодня европейские рынки. FTSE 100 в моменте прибавляет больше процента. NASDAQ, это американский индикатор, тоже позитивен. Значит, Азия сегодня единственная, ну и, наверное, вчера можно вспомнить это, да, вновь показала отрицательную динамику. Nikkei 225 снизился чуть больше одного процента. Ну, а наши индикаторы сегодня разнонаправленные. Ну, и опять безидейно, я бы так сказал. По крайней мере, РТС сегодня в небольшом минусе. Ну, сейчас на 18.05 Москвы. 0,3% он теряет 1440. И ММВБ чуть выше в Атерлине, на 0,1% 1430. О, я думаю, скоро они сравняются в котировку. Что будет очередным, я бы сказал, поводом, чтобы сказать, ой, какой у нас замечательный рынок. Смотрим на сырье и на международный валютный рынок Форекс. Значит, нефть марки Brent уверена пока выше 110 за бочку. Золото, ну, видимо, корректируется. И в моменте сегодня спускается уже 1583 за функцию. Индикатор валютного рынка евро-доллар выше 1,28. Выше 1,28. Хотя, вот, опять, если говорить о последней динамике, больше часа назад началось снижение активное. Особенно вот в фунт-долларе. Он резко упал ниже 1,52. Вот, евро-доллар пока эту динамику повторяет, но менее уверенно. Набор голубых фишек сегодня разно направленный. Причем забавно. Вот я сейчас смотрю, у меня тут 15 штук. Половина зеленых, половина красных. Газпром теряет сегодня больше процента. 131 рубль уже стоит бумажка. Еще можно, наверное, отметить из лидеров падения акции обыкновенной Северстали. Тоже чуть больше процента. Ну, в зеленой территории сегодня слабо прибавляя ГМК Норникель полпроцента. МТС полпроцента. И Сургуда почти 2% сегодня прибавили акции этой компании. Вот такова картина маслом. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Вероника, дорогая моя, начнем с тебя. Миша даже пошутил, да, ты слышала за эфиром, он говорит, я буду сегодня молчать. Потому что именно Вероника, не более, не менее, точнее, как, сколько ты, 2 месяца там была, да? Нет, ну сейчас я была 1 месяц. А, была 1 месяц, совсем недавно. Ну, то есть вот эта вот вся история с кризисом, она как раз тебя там застала, ты там была непосредственно. Да, да, я вернулась только в воскресенье. Вероника там работала. Ну и если можно, такой, такой субъективно-объективный взгляд на действительность, что там произошло, как ты это оцениваешь и вообще, что там очень интересно. А, ну вы знаете, на самом деле никто не ожидал того, что вот это все произойдет, потому что еще буквально за неделю до того, как вот это замечательное решение приняли кипрские власти о стричке депозитов, все были уверены, что так или иначе, ну, конечно, понимали, да, Кипр, тяжелая ситуация, да, но все были уверены, что Кипр помогут, во-первых, как поможет Еврогруппа, и во-вторых, ну, тройка вообще вся, и во-вторых, была очень большая надежда, конечно, на Россию. На Россию была, пожалуй, самая большая надежда, и все говорили, что даже если там нам не помогут или плохо помогут европейцы, да, нам обязательно помогут там, типа, наши русские братья. Да, наши русские братья, наши братья-славицы. Скажи, пожалуйста, кто говорил, вот о чем идет речь? Это люди, обычные люди, которые ты слышала, вот, проходя мимо по улицам, или все-таки это твои коллеги, с теми-то ты осталась? Это говорили все мои знакомые, это говорили люди, которые там живут на Кипре, которые хранят там деньги, которые сейчас там потеряли, в общем, значительное количество денег, вот. Причем самые разные люди от тех, у кого депозиты небольшие, в общем-то, они сейчас... В пределах 100 тысяч, да? Ну да, 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 и те, у кого депозиты больше 100 тысяч, которые приехали, у некоторых даже была такая ситуация, человек вот один, а он приехал и отдал приказ о закрытии одного из депозитов, как раз в тот самый день, когда вот все вот это произошло, да. Успели ему закрыть его? Нет, нет. Боже мой. И он не успел, да, и вот он остался, долго ждал, и в результате, в общем-то, когда банки открылись, в тот день пошел, ему удалось поговорить с своим менеджером, ну, и тот ему пообещал там всякие золотые горы, естественно, посулился, все будет хорошо. И опять-таки рефреном все время шло, что все-таки вот русские братья все-таки должны нам как-то так помочь, обязательно, да. И я там говорила с очень разными людьми, я написала там два небольших репортажа для сайта Forbes об этом, там все, если кому-то интересно, может почитать там подробнее. Обязательно, обязательно, конечно. Вот, но в принципе вот я говорила с очень разными людьми, я говорила с таксистами на улицах, я разговаривала с киприотами, но киприоты, правда, они более закрытые, они, как-то, скажем так, они еще не осознали до конца, что происходит. То есть они понимают, да, что вот что-то не так, ну, как-то не особенно на это реагируют? Они все время сидят, смотрят телевизор, по телевизору постоянно выступает вот их премьер-министр, Настодиадис, плюс Самарас греческий премьер-министр выступает, и они все время говорят, что все будет хорошо, все будет нормально, успокойтесь. Ну да, немножечко придется там чуточку так подзатянуть пояса, да, ну вот потом все вернется и, в общем, станет еще краше. То есть они такие кашпировские, да, мне так сказать, они так пасы руками в телевизоре? По сути, да, вот они сидят в своем фраппе, прямо заряжают его там перед этим самым телевизором, как-то пьют, им легче становится. Но это не только им. Да, вот люди, которые вот именно русскоговорящие, скажем так, диаспора. То есть они реально смотрят на вещи? Да, они смотрят на вещи реально, они говорят, что действительно, ну что, так получается, что нас здесь обманули, что многие же приехали на Кипр, как воспринимают его, как тихую гавань. Люди там давно живут, у них там учатся, там школа дети. У них там недвижимость, да? У них там недвижимость, да. То есть это не то, что, как вот сказал господин Медведев, что грабь награбленный, да, у них нет, у них совершенно не награбленный, это их заработанные там деньги, да, которые они зарабатывали там практически всю жизнь, да, и вот решили провести вот... Ну, скажем так, остаток жизни. Ну, и остаток, может, даже лучшие годы, скажем так, жизни, да, вот решили провести на Кипре, да, вот. Очень такие настроения, скажем так, тяжелые. Тяжелое очень настроение у так называемых апонтийских греков, то есть это вот наши бывшие соотечественники, которые уехали из Таврополя, из Краснодарского края, там, из Грузии частично. Вот, у них вообще практически нет работы сейчас, потому что они в основном работали в сфере строительства и в сфере услуг. Все остановилось, строительство вообще остановилось, там, все объекты. Ну, просто вот в моменте раз, и все встало. Ну, оно и до этого, конечно, все стагнировало, да, но сейчас вот просто вот, когда все вот это произошло, просто вот я увидела даже, где еще работали недавно рабочие, там просто вообще никого нет. Стали закрываться рестораны, которые стали открываться к сезону. Кстати, да, уже сезон на носу, да, как это все, и на туризме, наверное, как-то отразилось. Ну, я думаю, да, часть ресторанов уже стала закрываться сразу после этого, магазины, которые раньше, большие супермаркеты, они работали до 10 вечера, стали закрываться в 6 часов. Вот, то есть очень чувствуется на самом деле то, что вот как-то страна, вот она как-то резко сразу все притихли, и это какое-то некое такое ощущение, что как затишье перед бурей, скажем так. Потому что, в принципе, вот еще действительно сами киприоты, они еще не осознают, что теперь у них будет резкое-резкое понижение уровня жизни, да, и... Они не осознают это. Они пока не осознают, да. Они все еще пока привыкли считать себя таким... Европой. Европой, финансовым центром, очень надеются на шельф, на разработку, который, в общем, как понятно, если начнется, начнется там не ранее, чем через 6 лет, да, до этого как-то надо дожить. Да, да, да. Вот, 45% ВВП страны это давало именно финансовые услуги. Вот, и теперь вот это все, вот все движение вот этих денежных средств, оно, естественно, остановлено. Вот, в день, когда вот банки открылись, конечно, я первый раз видела, там, киприоты, они спокойные люди, я первый раз видела очереди вот около банков. Вот, то есть 50 человек очереди для вот, для Кипра. Это прилично. Да, у банкомата это прилично. Ну, и они как тебя в этой очереди, как они вели? Стояли просто или что-то там... Как вот, ни странно, вот только около... Нет, нет, они стояли спокойно, но они так деловито, так они напирают там к дверям, вот, охранники там пропускают по одного, в очереди люди не разговаривают, они все говорят там, типа, no comments. И вот так они опасливо смотрят на охранников, как будто боятся, что их не пустят. Ну, охранники вообще страшные люди, я вам хочу сказать, но мы сейчас прервемся, послушаем новости, а потом продолжим. Итак, друзья, продолжим, продолжим наш сегодняшний эфир, сухой остаток на Финам.фм, меня зовут Олег Дмитриев, в гостях сегодня Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина, недавно с Кипра, и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Значит, мы продолжаем разговор о посвященной ситуации на Кипре, хотя я так понимаю, что многим уже несколько набило оскомину это дело, все-таки это уже третью неделю мы это обсуждаем. Но, с другой стороны, рынки продолжают реагировать на эти события, но, может быть, и не только на эти. Я подчеркну, что в последний час, я смотрю сейчас на ситуацию на финансовых площадках, ускорилось падение, активно ускорилось падение, ну, падение имеется, и основных индикаторов, РТС, значит, пошел вниз дальше, доллар начал укрепляться, доллар. Вот сейчас я вижу, доллар, рубль уже 31.31 в моменте, ну, и все остальное с этим связано, евро, доллар, золото, все пошло вниз, видимо, события мало похожи на, ну, если не оптимизм, то, по крайней мере, на какую-то стабилизацию, и люди нервничают, люди нервничают, люди, теперь уже мы говорим об инвесторах. Миша, на твой взгляд, вот эта ситуация на Кипре, если посмотреть на нее, ну, с такой, со стратегической точки зрения, понятно, мы сейчас вернемся опять к Веронике, к рассказу Вероники, точнее, да, потому что она все-таки изнутри, но мнение киприотов, даже мнение наших сограждан, даже мнение премьер-министра Кипра и премьер-министра Греции, это все-таки частное мнение, а вот есть мнение такого инвесторского сообщества. Как ты считаешь, на твой взгляд, вот, как ситуацию оценивают они, инвесторы, глобальные инвесторы? Ну, из этой всей темы с Кипром, в общем-то, в основном инвесторы сделали два вывода. Первый вывод, это если просто посмотреть на цифры, что такое Кипр, вот, чьи там деньги, и, соответственно, насколько это глобальная катастрофа. Этот вывод, в общем-то, не такой страшный, потому что Кипр, это 20 миллиардов, банковская система 120, там, из 120 и 70 депозиты, но при этом там депозиты, грубо говоря, членов еврозоны, там, компаний и физлиц, там, всего порядка, по-моему, я смотрел, там, порядка 7 миллиардов. Вот, то есть это вот такая была немножко специализированная экономика, вот, которую решили за счет ее специализации несколько порезать. Вот, это вот вывод, который не такой страшный, да, что, в принципе, глобально, да, в общем-то, нельзя сказать, что, там, у каких-то европейских банков или у, там, американских банков были большие, там, позиции, И их там забрали, да, и их забрали. Большие, там, средства в банковской системе Кипра, и, соответственно, они, там, понесут колоссальные потери. Такого, наверное, нету, такого глобально. Второй вывод, он более такой психологический и более касается настроений, да, настроений по поводу того, как в будущем могут решаться проблемы, да, то есть, был то, что нет ничего неприкасаемого, вот, хотя, в общем-то, депозиты до 100 тысяч евро было решено сохранить, и поэтому, как я понимаю, большая часть населения все-таки, как бы, таких небогатых людей, в общем-то, особо ничего не потеряет, хотя, по крайней мере, они сейчас, в общем-то, очень ограничены в расходовании своих средств, и, соответственно, там, капитальные потоки пока, конечно, будет тяжело, да, что-то оттуда вытащить. Ну, в этом случае можно говорить о том, что избежали некого социального взрыва. Ну, да, вроде бы попытались, да, частично, вот, ну, дальше просто инвестор будет размышлять в каждом конкретном случае, там, Италия, Испания, или, будь то, может быть, когда-нибудь и Франция, соответственно, какие могут быть источники покрытия, закрытия, там, дым. Вот, сейчас европейские власти нас уверяют, что это частный случай, что в будущем это не повторится, что проблема в том, что кипрская банковская система была, это был такой пузырь, экономика не тянула, не соответствовала банковской системе. Надо было сдучить. Но, опять же, это не значит, что сейчас все инвесторы именно из-за этого будут выходить из всех активов, да, и срочно от всего избавляться, и ждать, что завтра, там, в Италии, в общем-то, накроется какой-нибудь банк, и там спишут все депозиты. Здесь, наверное, такая будет более средней долгосрочной реакции, и многое будет зависеть от того, какую мы статистику будем получать через месяц-два по банковским системам Италии, Испании и Греции. То есть инвестор будет пристально смотреть, пошел ли после вот этого прецедента на Кипре какой-то отток депозитов, и вот если мы увидим в ближайшие два месяца данные, что вот после этой кипрской истории пошел какой-то отток депозитов из национальных банковских систем других стран, вот это уже будет как бы серьезный сигнал для всех инвесторов, что, в общем-то, развитие может быть очень такое негативное и катастрофичное. Сейчас пока это такой период, я бы сказал, неопределенности, то есть есть опасения, самые краткосрочные инвесторы, они за последний месяц, в общем-то, выходили из активов, из рискового, сейчас наступает такой момент неопределенности, и я больше боюсь где-то вот в мае-июнь, что если мы из этого момента неопределенности выйдем все-таки в какую-то негативную картину в той или иной стране будем иметь, то вот это уже будет, наверное, какое-то настоящее движение на всех рынках. Пока я больше склоняюсь, что все-таки сейчас какая-то будет пауза, вот, и все, развитие уже будет где-то в мае-июнь. Ироник, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот может быть кипрский прецедент, именно прецедентом, по поводу которого инвесторы будут переживать? Если на Кипре так можно, значит можно так в Италии, можно во Франции, можно где угодно. Ну, я думаю, конечно, так или иначе инвесторы будут переживать, вот, но в данной ситуации, конечно, Кипр это некая действительно определенная история, вот, здесь, конечно, схлестнулись интересы очень на высоком уровне, интересы России, интересы Евросоюза, интересы МВФ, там вся тройка против России, вот когда же там такая была идея, есть тройка, да, есть двойка, это Кипр и Россия, да, которые одно время играли на одной стороне. Вот, на самом деле я хочу сказать, что в том, что случилось с кипровскими банками, на этом лежит большая вина Евросоюза тоже, потому что такая существенная дыра в их балансах, собственно, образовалась после списания греческих долгов, которые, в свою очередь, их тоже заставила, по сути, сделать Германию, потому что греческие банки, собственно, спасали, да, потому что сами немцы, немецкие банки держали очень много греческих бандов, да, и так пострадали бы немецкие вкладчики, да, то есть этого нельзя было допустить, да, но здесь страдают, в общем-то, российские вкладчики, да. Вкладчики, да, это, в общем-то, можно допустить, как-то можно было, решили так. И вообще на Кипре, надо сказать, вот очень многие люди мне говорили вот такую вещь, она, конечно, очень неполиткорректная, и все, да, но тем не менее, они говорят так, что Германия таким образом сейчас выигрывает войну. Да, и все, что они там, типа, не забрали в 45-м, да, силой, они сейчас заберут за деньги. Греческие острова, вот, Кипр и так далее. То есть вот такие, не очень такие хорошие, скажем, отношения, да. А на русских до сих пор все равно, до сих пор все равно надежда. И вот, знаете, я вот уезжала, когда по дороге в аэропорт Ларнаку, там повесили огромный плакат, российский флаг, и внизу написано, русские братья, не предавайте нас, пожалуйста. Это очень трогательно, конечно, но я думаю, вряд ли мы в этом контексте, да, как-то можем помочь. Естественно, в этом контексте вряд ли, потому что, да, тут уже и геополитические интересы схлестнулись, да. Не, главное, я так думаю, что не было бы хуже просто-напросто. Ну, я надеюсь, что не будет хуже, да, но в принципе население, вот, основное, они еще, да, они пока еще не почувствовали, их депозиты сохранили, да, но они пока еще не очень понимают, что действительно у них не будет работы, им будут резко сокращать зарплату, уже объявили, что будут сокращать пособие, да, то есть пока они еще вот не почувствовали так вот сильно ухудшение жизни, да, но это, к сожалению, это будет, и это неминуемо, да. Вот сейчас киприкские власти придумывают там разные всякие способы, да, как поправить экономику, вот даже решили снова казино открывать, да, но там церковь против. Церковь-то вообще особая тема, они же тоже держат очень много денег на счетах в кипрских банках и имеет очень большое значение церковь, уже их выступил главный митрополит и сказал, что правительство должно уйти в отставку, а Кипр вообще выйти из зоны евро. И вот сегодня ушел в отставку, министр финансов в Кипр объявили об этом. Ну он давно уже просился. Ну да, ну что же он так вот... Пару недель, да. Как-то он неудачно так выставил с переговорами, да. Понятно. Ну в общем жалко людей, жалко на самом деле простых людей, которых жизнь, конечно, сильно ухудшится, да, потому что я думаю, что основные большие там инвесторы и госкомпании, они не сильно пострадают. Не сильно пострадают. Я понял. Хорошо, хорошо. Значит, тогда давайте мы на этом, собственно, тему обсуждения кипрской ситуации, наверное, немножко отложим в сторону. Хотя вот в рамках европейского кризиса в целом, наверное, к этому еще будем возвращаться. Давайте посмотрим на ситуацию на российской рынке в частности, ну и в российской действительности. Одно из основных событий сегодняшнего дня — заседание Центрального банка по ставке. Ставка была сохранена на прежнем уровне в районе 8-20% годовых и ожидание неких аналитиков. Мишка, ты ждал, что будет снижение? Да, я был там в списке. Ты был в этом списке, да? Они не оправдались. Неких аналитиков. Неких аналитиков, да. Вместе с рядом неких других компаний, в том числе государственных. Да, они не оправдались. Но я так понимаю, что это пока все же, да? Ведь мы говорим о приходе главы Центробанка нового и смягчении монетарной политики. То есть это дело времени. Ну, пока вроде как не решился, но если посмотреть все ставки, изменение всех ставок, то сегодня мы увидели снижение некоторых ставок. Это не снижение тех основных ставок, которые сейчас действуют на рынок. То есть базовые овернайтные ставки по репо, соответственно, там, ставка рефинансирования, ставка по депозитам овернайтные, они остались неизменны. Те, по которым как раз даются, да, соответственно, там, консенсусы, за которыми основное внимание, на которых основное внимание сосредоточено. Но Центробанк попытался сделать более привлекательным ряд своих более длинных инструментов. И в итоге мы увидели снижение на 25 базисных пунктов ставок, минимальных ставок аукционного репо и по ломбардным кредитам сроком от трех месяцев, от 90 дней. То есть, там, 90 дней, там, полгода, год. Плюс мы увидели снижение, опять же, на 25 базисных пунктов ставок под нерыночные активы и поручительства. Есть такой инструмент рефинансированный центральный банк, где, соответственно, коммерческие банки могут закладывать кредиты, либо под поручительство других структур. Соответственно, поэтому некое смягчение мы получили, остальное пока ЦБ сделал паузу, наверное, до следующей. Давай тоже сделаем паузу, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем наш разговор. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев и Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина, и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка, сегодня в студии. Продолжаем наш разговор. Миша, я тебя прервал. Итак, еще раз буквально закончим эту мысль по поводу... Центральный банк снизил ряд ставок. Это ставки по более длинным инструментам от трех месяцев, соответственно. Определенное смягчение произошло, но по факту, конечно, рынок сейчас этими инструментами сильно не пользуется, особенно там репо более длинное, чем овернайт, либо неделя. Поэтому, можно сказать, по фактическим операциям, которые сейчас востребованы на рынке, какого-то смягчения не произошло. Но, в принципе, опять же, я ожидал, что, соответственно, снижение и, в том числе, овернайтных ставок произойдет уже на этом заседании, потому что у меня есть, соответственно, четкое понимание, что по экономике данные довольно слабые выходят, и то, что инфляция по итогам, соответственно, марта, возможно, будет где-то в годовых порядка 7,1%. Соответственно, пик был 7,3% в феврале, и, в принципе, если бы Центральный банк более, в общем-то, так резко отреагировал все-таки, и понадеясь, что все-таки пик по инфляции пройден, они бы уже сейчас, в том числе, овернайтные ставки снизили. Ну, то действие, которое произошло, и стейтмент говорит о том, что они все-таки хотят увидеть еще хотя бы месяц слабой экономики и замедление инфляции, и после этого, возможно, предпринимать какие-то действия по овернайтным ставкам. Вот, потому что определенное действие такое, оно формальное в некоторой степени произошло по более длинным ставкам, потому что рынок ими сейчас так сильно не пользуется, чтобы повысить их, вроде бы, привлекательность. Но, в принципе, я думаю, что еще месяц такой статистики по нашей экономике, которая была там последний месяц с начала года, то, в общем-то, Центральный банк все-таки хотя бы разок до поднятия тарифов в середине года и до там урожая, осенняя история, он все-таки овернайтные ставки тоже базовые мог бы снизить. Вот, поэтому, я думаю, теперь ждем мая, вот, в принципе, факторы все остаются, я не вижу пока за счет чего вдруг у нас при тормозящей экономике как-то опять может ускориться инфляция, там, даже не вижу каких-то факторов сильных, там, продуктовой инфляции, чтобы была там ближайший месяц, вот, там, либо сырьевой, поэтому я думаю, что в мае все-таки возможно какое-то действие все-таки однократное. Вот, а дальше уже надо будет смотреть, потому что середина года у нас, по аналогии с прошлым годом, будут подниматься ряд ставок по тарифам, потом еще большой вопрос, что там будет с урожаем, с продуктовой инфляцией осенью, вот, что с погодой будет, как обычно. Да, да, это вечный вопрос у нас, что с погодой. Насколько будет ли это большой цикл, да, понижения ставок, я пока не готов. Ну, как минимум однократно это, да, мы должны увидеть. Как минимум однократно, хотя бы по базовым ставкам, которые у вас сегодня произошло, я все-таки жду. Восьми, да? Ну, да. Вероник, ты, кстати, смотришь, как на политику Центрального банка Российской Федерации, ну, с приходом ли на Биулиной, или, в принципе, в нынешних экономических условиях логично снижать ставки, логично... Ну, я тоже считаю, что, конечно, логично, логично снижать ставки, потому что экономика тоже, если они даже не стагнаться, это уже именно соскальзываем вниз. Ну, вот, как Михаил правильно сказал, все данные выходят, Максим сказал правильно, все данные выходят плохие, и вот. Я тоже ожидала, честно говоря, что уже на этом заседании снизят ставки, но, скорее всего, будут действительно ждать прихода нового главы ЦБ, да, а Альвира Набиулина, она все-таки из мэра, да, а мэр, он все время, да, лавировал именно то, что надо заводить экономику. То есть, я думаю, при ней политика станет все-таки более мягкой, такой Центробанк, он сейчас совершенно согласен, все сказал коллегу, все верно. Хорошо, и в этом случае давайте вернемся в Европу, потому что не далее, как сегодня еще у нас вторник, послезавтра Европейский Центральный Банк также будет заседать по вопросу определения уровня ставки рефинансирования, и, собственно, разговоры о том, что там может произойти то, что мы сейчас не увидели в ЦБ РФ, и, может быть, даже последние события на Кипре каким-то образом могут на это повлиять. Как ты думаешь, Вероника? Нет, я не думаю, что Европейский Центробанк что-либо изменит, предпримет какие-то резкие шаги во время своего заседания, то есть ставки все останутся без изменений. Ну, единственное, что, конечно, как всегда, все будут внимательно очень прислушиваться к последующим комментариям председателя ЦБ Марио Драги, что он будет говорить по поводу ситуации в экономике, какие там векторы и так далее. Вообще, честно говоря, я думаю, что до того, как не пройдут выборы в Германии, вряд ли какие-то европейские монетарные власти будут предпринимать какие-то серьезные действия по смягчению политики. Вот, сейчас вот 12 апреля, кажется, да, в Дублине будет заседание Еврогрупп, когда должны будут утверждать план по Кипру как раз, вот то, что приняли. Вот, потом должны будут артифицировать все европейские парламенты, и если все будет нормально, то уже в середине мая Кипр получит первый транспомощи, полтора миллиарда, и это, я думаю, несколько успокоит тоже рынки. Угу. То есть у нас есть еще временной лаг какой-то, да, там полтора месяца. Ты как думаешь, будет снижаться ставка рефинансирования Европейским Центральным Банком или сейчас нет в этом необходимости? Ну, знаете, тут вопрос, наверное, уже можно рассуждать над тем, что в голове, в общем-то, у людей, которые принимают это решение. Ну, на эти темы сложно рассуждать. На этой теме, нет, на этой теме можно рассуждать, потому что, в общем-то, начиная с осени, такой красной линии, в общем-то, в том числе от Драги, иногда в его комментариях шла риторика, что, в общем-то, мы, конечно, ну, могли бы там снижать ставки, да, но суть в том, что они не считают это полезным сильно. Ну, или действенным, да, действенным. Конечно, сейчас все, что им остается, это хотя бы разок все-таки снизить ставки, потому что какой-то дисбаланс ставок там с Америкой, допустим, с тем же, соответственно, Банком Англии, он есть. Вот. Инфляция стабильна. В экономике, в общем-то, нисходящая спираль пока имеет место быть, и те данные, опережающие по опережающим дикателям PMI, которые, в общем-то, по-прежнему, в общем-то, на дне локальном, по большому счету, по основным сторонам находятся, говорят о том, что, в общем-то, до середины года нам ждать ничего хорошего по экономике не приходится, и даже, в общем-то, такое светлое пятно в виде Германии, оно тоже немного начинает темнеть. Вот. Поэтому, в принципе, если что-то делать, в принципе, можно было бы снизить ставку, на мой взгляд, да, потому что инфляция под контролем, есть негативная динамика по экономике, и, в общем-то, что-то надо делать, ну, можно снизить ставку. Что еще им делать, я, честно говоря, не знаю, потому что заставить, есть ли инструменты заставить банки кредитовать, то есть сейчас проблема Европы, что, в общем-то, банки не кредитуют, а банки не кредитуют, потому что, с одной стороны, спрос низкий, из-за того, что экономика падает, компании нету больших проектов, и они не хотят брать большие кредиты, да, там, и население тоже, соответственно, безработица растет, они боятся, да, там, что-то брать дополнительную нагрузку. И, с другой стороны, и банки, в общем-то, более жестко к риску сейчас подходят в Европе, из-за того, что, в принципе, ликвидность, с одной стороны, есть, с другой стороны, они видят, что происходит в экономике. Вот, поэтому, как-то вот, то есть, ключевая задача сейчас ЕЦБ, это заставить банки кредитовать, вот, но можно ли это решить путем снижения ставок, большой вопрос, и у многих членов ЕЦБ, в общем-то, именно в этом сомнения, поэтому до текущего момента мы и не видели снижения ставок. Поэтому я бы сказал так, что, в принципе, возможности для снижения ставки есть, а снизит ли ее или нет, я думаю, 50 на 50. Вот, консенсус Бумберг, что не снизит, вот, а что произойдет, мы вот на пресс-конференции узнаем. Факторы для снижения, на мой взгляд, есть, то есть, инфляционной угрозы нет, экономика, в общем-то, за последние месяцы стала более негативно показывать, по сравнению с тем, что господин Драгин нам вырисовывал пару месяцев назад, что там что-то начало происходить хорошее. Мы начали вырисовывать, это нормально, у меня профессия такая. Я, знаете, о чем подумал, у нас осталось немножко до следующего перерыва, если не возражаете, я хотел бы ваши комментарии услышать. Ну, это несколько, может быть, далеко от реальности, опять некие разговоры о таком всемирном заговоре, что ли. Ну, забавно, тем не менее, где-то прочел, это вот как раз в результатах кипрских событий, значит, идея примерно такая, что вот, в частности, на полигоне под названием Кипр, да, опробовалась некая технология, в результате которой всех частных лих вкладчиков, да, или крупных вкладчиков заставили бы, ну, даже не заставили, они бы логично сами пришли к этому выводу, что деньги держать в банках нельзя, это очень рискованно. Но в облигациях хранить их, наверное, тоже рискованно, потому что, ну, пример с Грецией мог бы подсказать вывод. И отсюда, да, логика вот у этих самых держателей банковских депозитов такая, значит, хранить деньги в банках нельзя, надо их в реальный сектор нести. Ну, с нашей точки зрения, реальный сектор, это рынок акций прежде всего, наверное, да, рынок сиревых активов. Вот, и таким образом, как раз, да, вот эти вот монетарные власти, ну, мировые монетарные власти, или конкретно монетарные власти Европы заставляют, да, нас с вами, вместо того, чтобы мы хранили деньги, мы отдавали бы их вот. Вот то, что они не могут простимулировать, да, снижая ставки или там наполняя рынок ликвидности, банк все равно не кредитует, или там кредиты не берут, никак вот это не работает. Маховик этот никак не закроется. Вот есть в этом логика какая-то, Винаня, как ты считаешь? Ну, в принципе, логика есть во всем, можно фантазировать по-разному, но я хочу сказать, что деньги — это кровь, экономика, банки — это артерия, по которым, собственно, эта кровь бежит, да. Поэтому как-то... Не очень логично, да? Да, это все равно, что-то резать вены. Ну да, ну да. Суть, да. Резать вены. Миша. Знаете, вопрос такой двойкий, то есть если у меня, я там как вкладчик рассуждаю, у меня были деньги, которые лежали в мои сбережения, то я сейчас боюсь, что деньги, буду я их обналичивать, наверное, для европейцев тоже это такой вопрос, тяжелый, чтобы наличность там держать. А вот может быть он как бы решит эти деньги, которые он там копил, куда-нибудь проинвестирует, например, типа недвижимости? Вполне может. Вот это реально тоже. Будут ли люди, либо компании как-то начинать какие-то глобальные там проекты в условиях падающей экономики, я сомневаюсь. Может быть какая-то переориентация вложений, да. Вот мне вот первое пришло на ум, что может быть недвижимость. Хотя, конечно, если брать экономически, то в таких условиях недвижимость тоже не будет расти. Ну конечно, конечно. Смысл в нее вкладываться? Если брать как бы так формально, то для человека это, по крайней мере, что-то. Не виртуальная цифра на счету, а то, чем он может быть будет пользоваться или там сдавать как-то в аренду. Ну да, она хотя бы стоит. Да, хотя бы есть. Ее можно потрогать руками, а здесь мало того, что они виртуальные. Закрыть на ключ. Да-да-да, и уйти. Ключ выбросить, и уйти. Да, мало того, что они виртуальные деньги, так еще вот есть риски того, что раз, их и не вернут мне. А здесь моя недвижимость, это никуда не денется. Да? Ну ладно, посмотрим. Поживем, увидим, что называется. Я сейчас, с вашего позволения, ну уже, видимо, после следующих новостей, мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки. Если говорить о последних событиях, сегодня статистика вышла очередная по штатам. Вот я, в частности, читаю, заказ на товары длительного пользования выросли в феврале на 5,6%, что в очередной раз говорит о том, что экономика Соединенных Штатов Америки мало-мало все-таки восстанавливается. Я напомню, что в пятницу на этой неделе знаменитые, да, как я слово подбираю, знаменитые, известные, ну или как минимум достаточно серьезные, к ним инвесторы всегда относятся, значит, будет статистика по рынку труда, те самые, да, non-farm payrolls выйдут. Вот, и опять мы, некие ожидания, да, можно, по крайней мере, их озвучить, ожидания позитивные, что новые рабочие места, количество новых рабочих мест, да, которые американцы приобрели за прошедший месяц, вновь выросло, безработица несколько снизилась. Опять все говорит о том, что Соединенные Штаты Америки на правильном пути, да, и экономика мало-мало восстанавливается. В данном случае это наверняка рано или поздно придет к тому, что программа количества смягчений, это пресловутая КУИ-3, будет сворачиваться, да. Вот такая логика, да, Миша, присутствует такая логика, если мы увидим позитивные цифры по американской статистике, значит, через какое-то время закончится программа количества смягчений, стимулирования. Ну, она как бы сразу, конечно, не закончится, потому что так быстро Федорезерв не будет, просто там сворачивать, для этого нужно экономическое чудо, во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, наверное, пока в ближайшие месяцы мы не увидим какого-то такого дальнейшего ускорения американской экономики, там, уже просто могу объяснить потом поподробнее, почему, соответственно. И в связи с этим, в общем-то, с точки зрения сворачивания программы КУИ, оно, на мой взгляд, там, ну, не раньше, там, третьего-четвертого квартала. Этого года? Этого года, не раньше. Не раньше, я понял. То есть для этого должно быть все достаточно шикарно в американской экономике. Вот, а как бы там хорошо сейчас не было, но не шикарно, это очевидно. Сейчас мы еще раз новости послушаем, а потом продолжим про Америку. Ну что ж, друзья, последняя часть программы, давайте мы ее продолжим. Мы в основном сегодня говорили о Кипре, поскольку Вероника приехала недавно, когда-то в воскресенье привернула, да? Провела там целые месяцы, изнутри нам все рассказала, что там происходит. Мы поговорили сегодня о европейском кризисе, о России даже упомянули, хотя они упоминают все скучнее и скучнее, ничего не происходит на российском рынке, к сожалению, в основном. Самое время посмотреть на Америку, и не потому, что у нас какой-то пиетет в отношении американских площадок, потому что единственное, видимо, сейчас место, где что-то происходит, ну или, если позволите, где что-то можно заработать инвестору, это американский фондовый рынок. Ну так уж сложилась жизнь, никуда от этого не денется. Я в моменте наблюдаю за динамикой S&P 500, и он практически, вот сейчас барабанную дробь, какую-нибудь фанфару, или там что в этом случае, стекла бьют. Это можно сделать, кстати. Он сейчас в моменте перехаивает исторически, он делает новый исторический максимум, 1572. Я сейчас наблюдаю, и думаю, сегодня как раз это и случится. Миш, ну, тебе снова просьба, да, поподробнее, если можно. Итак, что нам ждать от Америки? Чего нам ждать от Америки в ближайшей перспективе, в среднесрочной перспективе? Собственно, я так понимаю, все будет зависеть, да, во всем мире, и в наших пенатах в том числе, все будет зависеть именно от того, как там события развиваются. Ну, мне кажется, на самом деле, с точки зрения моего вью на май-юнь, многое зависеть будет все-таки от Европы, от того, что будет происходить у нас в Италии, развитие политического дерби, да, вот, и от общеэкономических индикаторов по Европе. Значит, будет ли хоть какое-то там, как бы, проблеск по ключевым странам. Вот. По Америке, на самом деле, на мой взгляд, ситуация пока что складывается идеально, потому что в последние недели мы увидели ряд индикаторов, которые все-таки стали указывать, что после секвестра бюджета в марте было некоторое охлаждение деловых настроений в промышленном секторе, с одной стороны, и отдельные индикаторы, хотя немного противоречиво, но все-таки говорят, что, возможно, некоторое такое неопределенность и охлаждение по настроениям потребителей мы можем увидеть, соответственно, по статистике за март-апрель, и, соответственно, это как бы не какой-то, не там, не разворот американской экономики, но некоторое такое, как бы, ну, возможно, что сбавит обороты тот темп, который был набран последние месяцы. Вот. Я считаю, это как бы идеальная ситуация, потому что если бы те темпы, которые набирались в последнем месяце так беспрекословно ежемесячно подтверждались либо ускорялись, мы увидели все выше-выше данные там по СМ, по потребительским настроениям, они бы все больше-больше тратили там и так далее, то это несколько ухудшило бы настроение в рисковых активах с точки зрения, там, опять же, то, что мы с вами обсуждали, сворачиваем программу КУИ. Поэтому вот такое некоторое, может быть, затишье, да, которое мы сейчас можем увидеть, да, в американской экономике во втором, в конце первого, я думаю, что оно на руку. То есть было бы плохо, если бы там какой-то, как бы, серьезный был, как бы, провал. Пока об этом говорить абсолютно рано. Вот. А некоторые затишье вполне возможно, и, в принципе, это будет на руку, чтобы вот эти опасения, по крайней мере, по поводу КУИ как-то отошли в сторону. Так, в принципе, это ситуация достаточно спокойная. В Китае не вижу там пока по индикаторам какого-то бешеного ускорения, но и, в общем-то, тоже там намеков на какой-то спад тоже пока не видно. Тот же PMI там указал, что, в общем-то, какое-то восстановление идет. Я думаю, что набирать обороты там, опять же, в том числе за счет, из-за экспорта в Европу, оно не будет в ближайшее время. Но ситуация, в принципе, довольно пока стабильная. Они уже начинают думать по поводу своей внутренней темы, по ужесточению политики, потому что видят, что в экономике более-менее сейчас какая-то обстановка нормализовалась, по крайней мере, без какого-то там ралли экономического, но и без каких-то там намеков на серьезный кризис. Вот. Поэтому остается у нас проблема Европы в ближайших месяцев, да, и пока здесь больше вопросов и у инвест-сообщества, да, и, я думаю, и у экономистов. Больше вопросов, чем ответить. Проблема в том, что экономика слабая, и в этих условиях нужно, чтобы политические системы были достаточно стабильны, не было никаких взрывов, нарушающих стабильность. В Италии мы сейчас наблюдаем в зачаточном виде ситуацию, когда слабая экономика начала сопровождаться политической нестабильностью, неопределенностью. И вот эта тема зреет, и если к маю мы не увидим там что-то решиться, ну, что-то какого-то, по крайней мере, там, схемы действий по нормализации политической обстановки, то это может, в общем-то, в более плачевном, с точки зрения доверия инвесторов к долговому рынку и так далее, привести, и там уже надо будет смотреть, как будет действовать ЕЦБ. Вот, поэтому вот это у меня больше волнует. Конечно, нас еще ждет, надо не забывать, там, трагикомедия по лимиту госдолгу США. 19 мая, кажется. Да, соответственно, там, бигдил, там, возможный по бюджету, вот. Но это все, в общем-то, будет сопровождаться тем, что в Америке, в общем-то, более-менее все-таки в экономике сейчас ситуация там лучше, чем она была год назад, уж точно. То есть можно говорить, что они могут позволить себе продолжить этот... Ужесточение некоторое, которое произошло для богатых и поднятие, там, payrolls, этого налога на рабочую силу с Нового года, оно привело к тому, что месяц было некоторое охлаждение настроений, какой-то спад, там, доходы были отрицательные потребительские, да. А потом, в общем-то, к февралью-марту более-менее все нормализировалось, и тут, опять же, у нас был удар в марте по секвестру, поэтому сейчас, возможно, мы видим в определенных секторах провал, какие-то там, как бы, такие очаги, нестабильности там в экономике, да. Но в целом, в общем, американская экономика пока выглядит, на мой взгляд, достаточно сильно, и то охлаждение, которое, возможно, вот сейчас во втором квартале, там, оно будет умеренным и, в общем-то, скорее на руку. То есть пока глобальные там... это не источник глобальных проблем. То, что мы обязательно увидим там трагикомедию... Ну, это нормально, да. ...политических процессов, это обязательно будет. Да, мы к этому уже привыкли, мы уже скучаем по этому, да. Поэтому это обязательно будет, но тут просто может все наложиться, понимаете, там, и в Европе будет какая-нибудь неуверенность, будут расти доходности CDS в мае, да, и вдруг еще там на это наложится, что в Америке, и вот это спекулятивно, конечно, очень сейчас рынок опасный, опасный, да. Главное, чтобы не было как вот Рубини, по-моему, в начале этого года, кажется, да, выпустил доклад. Трипал шторм. Да, про идеальный шторм. Главное, чтобы вот затишье не было в затишьем центре вот этого самого, да, тайфуна. А ты, кстати, там, как всегда, там тихо в этой точке. А ты не собираешься в ближайшее время, Вероника? Пока нет. Нет, просто дымомогла нам потом уже, да, изнутри, что называется, да, вернувшись. Нет, это не я часов не развалила, честное слово. Это до тебя еще, да, в 18-м? Да. Скажи мне, пожалуйста, вот с точки зрения динамики фондового рынка, ждешь ты продолжения, ну, можно говорить, что это ралли, да, на американском рынке, ну, как минимум, в СИПИ-то точно или там в Долл-Джонте, ждешь ты продолжения этого ралли? И все-таки исторические максимумы заставят народ немножко фиксануться. Ну, я думаю, что какое-то время, да, еще, конечно, порастут, но потом, когда вот действительно вот дорастут до определенной точки, вот когда будет максимум, конечно, начнут фиксироваться, потому что, ну, особенно, действительно, вот в преддверии все-таки 19 мая, там как-то, наверное, вот в некой волне не будет инвесторов, я думаю, все-таки предпочтут зафиксировать прибыль, которую вот уже получили, потому что, конечно, ну, долго очень растут, и европейские новости, конечно, тоже они будут на это все давить. Ну, то есть, в принципе, конечно, Михаил уже все сказал практически. Все к одному, что называется, да, подойдет все к одному. Проблемы в Европе наложатся, да? Да, да, наложатся вот все это вместе, и, конечно... Историю в Америке. Угу, потому что, конечно, ну, восстановление экономики, естественно, американской видим, да, но нельзя сказать, что прямо оно идет такими семимильными шагами. Ираник, ну, и немножко времени осталось, Миша же высказал свою точку зрения, у меня к тебе будет вопрос. Ты как аналитик фондового центра, ты можешь сказать, ну, в двух или в трех или в пяти словах своим согражданам, отечественным инвесторам, что им делать-то? Как деньги зарабатывать? Не вздыхай только так. Я, да, отечественным инвесторам, я, в общем, собственно, уже говорила, еще раз могу сказать, что им, скорее всего, лучше хранить деньги на депозитах в надежных банках. Кипрских, шутка. В надежных российских банках. Несмотря вот на то, что вот сегодня агентство Мудис поставило на пересмотр рейтинги. Ну, кстати, в этом тоже, да, есть какой-то смысл какой-то есть. Вот. Я все-таки думаю, что имеет смысл действительно хранить деньги на депозитах, потому что рынок российский, ну, да, на нем можно заработать, но можно заработать только, в общем, специалистом, потому что, кроме всего прочего, рынок очень узкий. Вот если мы видим обороты, которые у нас проходят, да, ну, как-то... Это смешные обороты. Да, это абсолютно смешные обороты. То есть я все-таки за то, чтобы хранили деньги на депозитах. Я понял тебя. Миша, ты как на российский рынок смотришь сейчас? Я думаю, что средства иностранных инвесторов таких средне-долгосрочных не будут приходить сюда не только из-за того, что какое-то есть негативное отношение к нашей рынке, а из-за того, что есть большая неопределенность по поводу развития событий в Европе. Спекулятивно, какие-то сейчас динамика, может быть, не такой уж плохой, как бы я не исключаю, что первые две-три недели апреля, что не будет какой-то трагедии на рынках, может быть, даже какой-то там некоторой консолидации отскок сформируется. Поэтому я жду основного развития событий в мае, потому что в мае-июне, вот, и, соответственно, до этого момента, в общем-то, в лучшем случае консолидация или какой-то отскок. А дальше, то есть, ну, то есть я не советую сейчас, какие-то занимать большие позиции, я думаю, более целесообразно это все делать уже в июне, в зависимости от развития событий. То есть слишком много, да, рисков всяких вокруг? Есть риски, да, которые, как бы, мы видим, что они начинают с какая-то некоторой эскалации этих рисков, которые, в общем-то, затухли в предыдущие месяцы, и это не очень хорошо. Вот, хотя свет в конце тоннеля, в общем-то, виден, мы знаем и про ЭЦБ программы, да, и прочие факторы, но в моменте рынке сейчас очень нервозно. Угу. Я понял. Ну и последний вопрос. Вопрос пришел вот только что на электронную почту. Интересует он Алексея, что происходит с золотом? Ну, я не прошу вас отвечать на него буквально, потому что я вижу, что с ним происходит. Вы, к сожалению, не видите этого. А в принципе, да, золото как актив, какой он актив-убежище, рисковый актив, и, боже, тоже его не трогать, потому что он неадекватен в последнее время. Верония, как ты считаешь? Ну, золото, я бы, честно говоря, не стала бы сейчас, потому что золото-то главным образом, ну, такой антиинфляционный такой инструмент, да. Учитывая, что везде нулевая инфляция, да. Да, учитывая, что с инфляцией сейчас, да, действительно, все как-то очень сильно успокоилось, да, я не думаю, что... Ну, кроме того, золото, действительно, это неликвидный инструмент, да, то есть, ну, тогда уж в американские облигации, в немецкие облигации, в конце концов, да. Ну, вот, а у нас осталось этих вариантов не так много, американский, ну, и германский, да, в какой-то степени рынок. Миш, ты как на золото смотришь? Ты вообще воспринимаешь его всерьез? У меня был такой достаточно бычий взгляд на золото, конечно, в последние предыдущие месяцы. Ну, он изменился у тебя? Мне кажется, золото в устойчивом восходящем тренде все равно, нет? Картинка, конечно, серьезно испортилась техническая за последние месяцы, вот этот вот провал, и, честно говоря, тут, на самом деле, может быть, оно, конечно, еще сегодня, в этом году, попытается там скакануть на 1800, но глобально виден свет, в общем-то, в завершении глобальной программы ГУИ на ближайшие несколько лет, и поэтому, наверное... Ну, Алексей, я говорю, не пробил он 1508, смотрите за закрытием сегодняшнего дня. Спасибо, гости, спасибо за внимание, до свидания.